Дорогие соотечественники! Сегодня у нас такая тема дискуссии, такой вопрос нас будет интересовать. Это вопрос о фальсификации. Для начала, кажется, понятно, колбасу фальсифицируют, молочные изделия. Да много суррогатов всяких. Но вот что удивительно, мы сейчас коснемся экономики, политики и социологии. Я начал не случайно с экономики. Потому что нигде так не проявляется вот этот феномен фальсификации, как в экономике. Что я имею в виду, когда говорю об этом? Я как-то раз сказал вам, что изучая феномен мафии, потому что мы все говорим, мафия, 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 а что такое мафия? И вот Фабриция Кальвин, самый лучший исследователь и знаток этого феномена в широком масштабе, не только сицилийских, калабрейских и других мафиози, Триад, Якудза и тому подобное. Нет, он изучил феномен в самой его глубине. И вот что написал этот замечательный публицист, писатель и философ. Он сказал так, мафия, это, внимание, не производящий капиталист. Я когда-то прочитал, я буквально был потрясен, и тут же у меня мысль. Ну как же, да они там всякие у них подряды на строительство, на то-то-сё, там наркоту производят там. Но дальше Фабриция Кальвин говорит, да, но то, что они производят, является суррогатом, фальсификатом. То есть, давайте посмотрим сами. Юстиция фальсифицирована? Да. Чиновничество фальсифицировано? Да. А давайте посмотрим, идеология, демократия, свобода и всё. Это же сплошная фальсификация. Вот то, что слышим по телевидению, в речах политиков, толерантность. Всё очень красивые слова, но это всё сплошной фальсификат. И вот для того, чтобы посмотреть, где вот эта фальсификация в современном мире достигла самых больших высот, где этот непроизводящий капитализм, о котором говорил Фабриция Кальви, достиг невиданных размахов и масштабов. Давайте посмотрим, что такое рынок контрактов. Это вот и есть та самая торговля воздухом. Потому что реальный рынок товаров и услуг, каких-то активов, всё это то, что реально работает. То, что нас обогревает, согревает, кормит, позволяет решать какие-то задачи. И вот представляете, в сто раз сейчас больше рынок этих мыльных пузырей, чем то, из чего эти пузыри производятся. И вот для того, чтобы разобраться, что это за феномен. И главное, как он, вот казалось, да мы маленькая страна Молдова, куда нам до этого 600 триллионного рынка. И какое отношение это к нам имеет, имеет, мои хорошие. И вот для того, чтобы разобраться, как вот наши местные фальсификаты коррелируют с международными, мы пригласили, куда вообще катится человечество, если будете дальше следовать вот этой знаменитой либерально-демократической доктрине. Мы узнаем у Михаила Поясика, замечательного исследователя, человека и просто глубоко мыслящего учёного. Михаил, рад тебя видеть. Ты сейчас, ей-богу, вот так твой дресс-код, как Владимир Ильич Ленин, там где-то на съезде советов, знаешь, такой. У нас же редко вот так увидишь учёного такого классического, профессорского, такого стиля. Спасибо. Скажи, пожалуйста, не сильно я там напугал народ, произнося такие слова, как мафия, фальсификаты и так далее. Или это суровая реальность? Нет, если говорить об экономике, чего уж суровее сказать, если у нас половина экономики в тени. Это общие оценки. Статистика даёт несколько, чуть меньшие цифры, да? Но это всё условные показатели. Но реально это именно так. И если взять, даже вот у нас есть количество занятого населения и есть количество формально занятого, то есть, которое получает зарплату официально. То есть, если сравнить, там получается не то, что у нас, ну, уже близко к половине, будем говорить, даже вдуматься, такая цифра, вот считается, что заняты даже те, которые работают, их огромное количество людей, которые заняты, если ты меньше 20 часов производишь продукцию для личного потребления, не на продажу, это тоже считается занятой. Вот я считаю, что это, в принципе, фальсификация на то, что говоришь, что мы создаём рабочие места, что люди работают на своих государствах, и люди выживают. А нам преподносится с высоких трибун о том, что у нас создаются рабочие места, но при этом совсем не говорится, сколько рабочих мест вы было. То есть, большевые картинки рисуются. Да. Вот наиболее яркий такой пример, наверное, вот смотрите, нам всё время говорят, что у нас растёт экспорт Евросоюза, и мы уже взяли Бога за бороду и так далее. Но давайте сравним, есть отчётные данные первого квартала, как бы в деталях и так далее. То есть, первое полугодие 2014 года, до того, как было подписано соглашение 1 сентября, да, и первое полугодие нынешнего года. Экспорт у нас упал почти на 13%, а в Евросоюз вырос на 5%. Так это, извините, стоило ли терять общий экспорт на 13%, чтобы Евросоюз выросло на 5%. Вот, будем так говорить. То есть, мы чуть-чуть рынок поменяли, но за счёт того, что 8%, по сути дела, вот это разница. То есть, как мы берём фальшивые критерии, это всё равно, что взять фальшивый метр, который мерит Канн. Да, 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 да. И поэтому, когда говорят... Опять фальсификация. Да, и поэтому, если обратить внимание, они всегда говорят, что удельный вес экспорта в Евросоюз, он вырос. Так он вырос не за счёт того, что экспорт в Евросоюз вырос, а за счёт того, что остальной экспорт в другие страны кардинально упал. Вот, вот, в чём своём вопрос. А потом, второй элемент фальсификации. Когда мы говорим, что у нас рост экспорта и так далее, ну, давайте будем так говорить. Вот мы производим этот стол, да. Мы сами вырастили древесину, сделали с неё доски, обработали и так далее. То есть, это мы сделали, условно говоря, этот стол стоит тысячу лей. Условно говоря, да, тысячу лей. А теперь, представьте, вторая. Нам прислали документацию, прислали тумбу, прислали крышку, прислали шурупы. Мы их свинтилили, это тоже тысячу лей. Значит, сложили, да. И что в итоге получили? Объём промышленной продукции, да, тот же, да, и экспорт по объёму тот же, а добавленная стоимость, которую мы вложили, меньше. Наверное, телезрители удивляются, что мы делаем больше, чем на 100 миллионов долларов стулья. Экспортируем их в Евросоюз и так далее. И все удивляются, да, подкуда батенька. Да, да, то есть, объём вроде есть, а то, что ножка соединили со спинки, образно говоря, да, это как бы выдаётся за объём. Вот это тоже элемент фальсификации. А в целом мы такой продукции сейчас производим, если отбросить продовольственную продукцию, да, это почти половина. Продукции мы производим таким, по чужим лекалам. с минимальным вкладом интеллекта нам поставляют сырьё, продукцию и так далее. Вот это тоже элемент фальсификации. И ты, к сожалению, куда ни коснёшься, ну, будем так говорить, вот так, короче, миллиарды, это тоже была фальсификация, разговоры, все, вот, и начнём как бы с правительства. Так там такие международные приезжали, идишь ты, подишь ты, такие всякие, проверяли, там всё, да, вроде досконально. Да, если никто ничего не понял, что они там. Нет, вот я назову такое, вот смотрите. Что они напроверяли? Да, они выделили двумя траншами правительство до гарантии, Национальный банк выделил деньги, при недостатке ликвидности в трёх банках, в банках Сачала, в банках деэкономии, в унибанке, 2 миллиарда, а выделили 14,6 миллиарда. Зачем? Для того, чтобы, извините, за такое не публичное слово, чтобы стырить деньги, вот, и никто не наказывает. Почему? Стырить становится, я думаю, что скоро в учебнике экономии, по экономикс и политэкономии, слово стырить войдёт как классический термин, он явно не латинского, и не греческого. Нет, он жаргоны, жаргоны, да. Вполне, мне кажется, он скоро, как говорят, устаканится. Да, 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 да. Вот, вот, и таких, к сожалению, примеров, это огромное количество. Давайте так будем говорить, вот, у нас, наше, как бы, лицо, это наше виноделие, да? Но, разве мы не наталкиваемся на фальсифицированное вино? Сколько угодно. Сколько? Мы приходим в магазин, берём, этикетка написана, но открываем, бутылка там совсем другое. Вот, вот, это тоже элемент фальсификации. Причём там и штрих-код, там всё, как полагается. Всё есть, и это. И, вот, в любой сферу нашей деятельности, социальной, экономической, и так далее, везде фальсификации. У нас, ведь, элемент фальсификации является и наше образование, которое мы даём. Медицина. Медицина, да. Да, то есть, как говорят, мы думаем, что мы платьем, а они думают, что они лечат, да? Да, и, ну, здесь много, то есть, как бы... То есть, вот этот феномен фальсификации, он проникает уже, даже, я уже не говорю о таких сферах, значит, казалось, ну, образование, медицина, ну, тут здоровье людей, там, ментальность нового поколения. Уже и сюда добрались ушлые ребятишки. Не, оно всегда было, но просто сейчас оно до того гипертофированные масштабы приобрело. Всегда, в любом обществе есть коррупция, есть теневая экономика, есть всегда шары, шары, фальсификаты. Так человечек устроен. Вопрос вот в этом проценте. В масштабе. Совершенно верно. Это мы берем, вот в этой структуре, сколько? Ну, 5, там, 10 процентов, еще туда. Но когда-то, вот я смотрел, что у нас в городе творилось при нашем супермэре Гарри Поттере. Это же вообще, я понимаю, в бывших при морях, ну, 15 процентов, ну, 20, раздали своим, и зорко смотрят, чтоб стройка там, все шло на раз. А тут вообще беспредел. Такое впечатление, что там и 70, и 80, то есть, поцарапают где-то асфальт. Деньги перечислили, закончили, как ты сказал, этот неоэкономический термин, стырили, да, и там еще есть синонимы. За другой поцарап-царап, опять взяли, опять что-то. И ты смотришь, полгорода расцарапано, раскорежено, и спрашиваешь, ребята, где мы живем? Говорят, все нормально, это то, что ты, Иваныч, говорите, это политический наезд, политический заказ, тут все правильно. Говорят, дайте мне тогда такие очки, которые бы я одел, и чтобы мне казалось, что все правильно. Они говорят, вступайте в нашу партию. В общем, будешь в доле. Да. Будь в доле, да. Извините, что вот это. Я теперь другой момент хотел спросить тебя. Нам вот часто кажется, что вот то, что творится в мире, нам не имеет отношения. Вот, вот у нас тут конкретно тот, другой, а мы как бы где-то на Марсе живем. Да, у нас планета, планета такая неправильная, вот где-то в Европах, в Америках, еще где-то там, вот так все хорошо. А мы тут какие-то недалекие, мы там мафиозники какие-то и так далее. Но я почему-то, когда смотрю на поведение вот этих великих банкирских домов, Морган, по-моему, из пиратов вышел. Да, да, да. И Вандербильг, они все ребята шустрые такие. Ну и сейчас у них у всех рубашечки, заколочки и так далее. И когда я вижу, как эти финансовые пузыри сотрясаются, лопаются, когда я вижу, что совершенно сколько грозились добраться до офшоров и навести порядок. Где же прятать, где же прятать, нажитое не впоследствии трудом. Как связана вот эта вот мировая фальсификация, вот этот безумный рынок. Мы в самом начале говорили, что рынок контрактов в 100 раз больше, чем реальный рынок. Это же говорит, что это сплошный, и его объем прикидывает порядка 600 триллионов долларов. Это торговля пузырями. Ведь это, если такое лопнет, я думаю, мало никому не будет. Как это с нами связано? Или это нас не касается? Мы у нас, тельки для себя, тут понемножечку. Мы тут... Как ты считаешь? Тут мы должны разделить... Как оно? Вернее, связано или мы не будем? Конечно. Значит, смотрите, вопрос первый. Начнем как бы вот с мыльных пузырей. Возьмем только рынок ценных бумаг. Только это, да. Смотрите, основной как бы документ, который говорит о доле участия в этом предприятии или в этом организации и так далее, это акция, да, которая определяет, в принципе, этот. Либо, если туда деньги вкладываются, есть еще облигации. То есть, что ты в доле, вот бумага тебе говорит, ты в какой еще? Да, если ты берешь дополнительные средства, ты выпускаешь еще облигации. Вот это как бы основной ценой. Но помимо облигаций и акций, есть опционы, это право на покупки. Есть фьючерсы, которые в будущем есть. Есть... Гениальная изобретельная этой девушки своп. Это вообще, по-моему, была революция в этом деле. Значит, есть опционы на фьючерсы, то есть, когда покупают. Есть индексы, то есть, когда одно к другому, и продаются индексы и так далее. И когда мы все это складываем, вот это как раз получается. Понимаете, на акции есть опционы, на акции есть фьючерсы, на это есть опционы, фьючерсы на опционы. Пирамида. Да, есть этот... Пошбременские музыканты, когда тот... И это, получается, пирамида, которая как бы... Данно или поздно она начнет шататься. Она бывает раздута. Теперь, как мы к этому вбоку. Конечно, у нас рынка ценных бумаг нет. Как таково... И казалось бы... Нет, формально он есть. Но если в мире ценные бумаги, чтобы заработать на курсе, там есть свои как бы... У нас ценные бумаги, у нас только в основном это акции, делаются не для того, чтобы получать дивиденды. А для того, чтобы завладеть этим активом, да, и управлять. У нас нет таких акционеров, которые имеют там... То есть инструмент захвата. Инструмент захвата. Своего рода рэкета, да? Да, да. Это инструмент для владения этим предприятием и для проведения своих теневых схем. Поэтому если ты надеешься, что ты входишь в какое-то предприятие, как акционер, с пакетом акций, там даже 10%. И с правом вякать, как ты думаешь? Да, да, вякать. Ты можешь сказать, но те 90% у кого, они будут делать все черно, прибыль показывают нулевые. Если посмотрим, опять же, элемент фальсификации, вдумайтесь. У нас половина предприятий официально по статистике убыточны. Может ли это быть? Конечно, нет. Кто же будет работать в убыток? Положи деньги на депозит, и будешь получать проценты, и голова не болит, и с налогой не имею проблем. И так далее. Вот это тоже элемент фальсификации. Все в этом знают. Да, но тем не менее, никто как бы в этом палец о палец пока не бьет. Говорят о попытке выведения из тени, да, но тогда за счет чего будут жить проверяющие органы? Понятно, да? Конечно. Поэтому всех это устраивает. И помнишь, на осле там кот, на петух, и пошло, пошло. Нет, просто я имею в виду устраивает тех, кто при деле. А, конечно, нас, граждан, которые как бы живут на зарплату, это не сильно устраивает. Хотя здесь есть еще второй элемент фальсификации. Вот вы приходите в фирму, вам в фирме говорят. Вот я тебе готов платить 10 тысяч лево, да? Но ты имеешь в виду, я тебе могу платить официально 10 тысяч лево, но ты имеешь в виду, что ты будешь платить свыше 3 тысячи. Налог по доходу 18%, до этого 7%. Так же, да? Плюс все социальное страхование, медицинское страхование и так далее. И в общей сложности ты 40% у тебя заберут, там, больше 40%. А есть второй вариант. Я тебе плачу 3 официально, да? Ты с ней плачешь 3 тысяч уже по 7% за минусом личного освобождения. Тоже социальные налоги и так далее. А 7 ты получаешь в кармане. Мне как предпринимателю это выгодно. Почему? Потому что я не плачу социальные платежи за пенсионный фонд и так далее. И выгодно это работнику. Поэтому у нас абсолютное большинство, абсолютное большинство работает именно так почерно. То есть мы в сговоре как бы. Конечно, да. Мы в сговоре. Причем, как правило, говорят так. Значит, мы тебя предупреждаем, что если ты где-то заикнешься о том, что ты получаешь в конверте, то ты будешь получать те 3 тысячи, которые этот. И ты никогда не докажешь, что это. Потому что если ты начнешь говорить о том, что вот и даже найдешь кого-то следа, вы специально совершили сговор, чтобы меня оклеветать. Меня честно вот. И кому поверят, понятно. Ну, надо занести в суде соответствующую толью, чтобы он признал, что его доводы не сильно убедительны. Учитывая фальсифицированное судно-производство. Да. Ну, конечно, говорю, надо занести все соответствующие откаты. И на этом вопрос закроется. Вот примерно так. Это, к сожалению, порочная система. И для этого должно у нас формироваться сознание о том, что вот на Западе это, кстати, доносительство, оно очень сильно развито. Потому что человек платит налоги. За эти налоги содержатся образование, дороги, быт и так далее. И сын тоже. Да, да, да. А второй работает в черную. И тогда возникает вопрос, почему я должен платить, показывать зарплату по белому, да, и содержать этого, который работает в черную и имеет вот эти деньги. Поэтому там помало, понемножку, конечно, можно работать в черную, но по крупному там достаточно это сложно. Я имею в виду на среднем уровне. А если говорить о крупных сделках, там понятно, что... То есть, когда мы выходим, вот эти объемы, о которых мы говорили, где рынок порядка вот этих контрактов 600 триллионов, я думаю, что те ребята в таких облаках империев, что они на миллиардеров смотрят, как на каких-то тараканов там усатых. Трамп же что думал? Трамп, как я понимаю его психологию, Трамп считал так. Кто такой Обама? Голодранец. Клинтоны? Ну, чуть-чуть побогаче. А я так, я понимаю, что там то да сё. А там те ребята, у которых триллионами ворочат, ему говорят, ай, парень, ты чё там? Ты чё, аж фонарел? Да мы тебе... Так называемое мировое закупистие. И смотришь, как Трампа потихоньку сдули и прогнули. Да, и у него сейчас очень сложная ситуация, конечно. И это видно, это чувствуется. Да, он сам мечется сейчас, не знает, к какому углу примкнуть. Потому что куда ни повернётся, с любой стороны его бьют. Потому что, видишь как, одно дело шоу-бизнес, и выбор он выиграл, шоумен он великолепный. Но дальше, помнишь, когда он заикнулся? Я вычищу эти вашингтонские грязные авгивые конюшни. Я там, там наведу, в ООН, помнишь, это он вычистит, в Европе вычистит чиновников. Ну, был у нас такой лидер, который показывал Кузькину мать тоже давал. Да, помнишь, и только ботинок в ООН, да. А народ, а чиновничек, какой народ? Чиновничек тут же идёт жаловаться тем, кто его кормит. Они говорят, слушай, он нас собирается тут гонять, разгонять. Ребята, да как же там? Там сказали, спокойно, парни, мы не таких обламывали. Братков Кеннеди постреляли, они там что-то не понимали. Они подписывали, помнишь, когда Федеральная резервная система, это 1111 или какой-то проклятый декрет, и вот тут же после этого шлёпнули брата его, Роберта. Да там что, первый раз там и всё такое. То есть есть система, и эта система имеет видимую часть, и имеет невидимую. Невидимая это, или она в тени где-то, что её трудно рассмотреть, да, это такая мышиная. Или она так высоко, Миша, в таких заоблачных небесах, с такими бабками, с такими ресурсами, что мы просто с нашей фантазией, нам её не хватает, чтобы понять, что там на очень больших верхах, я имею в виду, происходит. Нет, в принципе, вот это закулисье, его позиция понятна, вы понимаете как, они борются за рынки, да, за рынки, причём борются за рынки для того, чтобы продать свою, даже, будем говорить, ненужную никому продукцию. Я думаю, что, знаешь, что тут ещё? Власть. Потому что, если ты помнишь, какие три основные мотива человечка? Значит, материальное, схватить что-то, власть, доминировать, и третье – почёт, уважение. Понимаешь, одни гоняли вся грудь в медалях, а другой ходил с трубочкой в потёртых этих, как его, сапогах, но у него была власть, вот, а другие гонялись за деньгами, вот, всё больше, больше и больше, и ещё больше. То есть, это вот три вида патологии, если идти, это за материальными, за властью, или за вот известностью, почему, нейрон же погиб на третье. Я думаю, что всё-таки… Что делать с этими человеческими? Что Библия говорит, книга-книга об этом? А ведь это… Я пришёл к выводу, что, вот, если Библию внимательно читать, так это целый трактат по экономике, по социологии и политологии. Ей-богу, я не шучу. Значит, я тут так скажу, что всё-таки главный движитель – это чувство власти. Власть можно заявать двумя путями. Либо подняться по политической лестнице, или заработать огромное количество денег, что, опять-таки, даёт тебе власть. И она является властью самой сильной. Поэтому говорят, что бизнес идёт во власть, для того, чтобы власть сделать бизнесом. И это абсолютно очевидно. Вот смотрите, я… То есть, ещё раз, вот три фактора, которые очень сильно движут. Это природное, звериное в человеке, да? Материальное – это власть, доминируешь. И третье – чтобы ты, как Павел, хотел… Нет, нет, нет. Теперь вопрос. У разных людей это по-разному. То, что для одного цель, для другого средства. Вот как ты видишь, что… Нет, так я вот и говорю… Супер цель – это власть. Да, конечно. Потому что… Остальное – средства. Вот я объясню пример просто. Вот смотрите, нормальный человеку что надо? Ну, не три костюма, пусть пять, но семь костюмов, да? Больше не надеяться. Да. Ему квартира нужна три комнаты. Если больше, то проблема возникает… Начинают вокруг тебя ходить служанки и так далее. Ты уже не можешь по квартире в трусах пройтись, образно говоря. То есть, ты теряешь как бы это. Более того, если тебе еще больше деньги, ты зашел в туалет и задержался, тебе охранник говорит там, Иван Петрович… Да, вы целы там… Да, вы целы, как бы и так далее. То есть, ты теряешь право на жизнь. А для чего нужны деньги? Деньги нужны именно для того, чтобы получить больше власти. Подкупать ставленника власти, либо саму вырваться, как Трампа власть, да? Либо этими деньгами крутить. Вот смотрите, возьмем, например, Ирак, да? Вот как бы такая вещь. Фальсификация. Фальсификация, с которой пробирочкой тряслись с этим… Да, этот Колин Паул, интересно, Сибон уронил этот порошок. Да, да. В итоге что? Страну разрушили, да? А разрушили для чего? Там нефть, чтобы добраться до нефти. Значит, там есть еще другие. Он начал выступать и против американцев, против доллара и так далее. И вот они говорят, что он недостаточно толерантен. Вот есть другая страна, Япония, да? Которая не выступает против доллара, которая… Но при том, если говорить о толерантности, в Вьетне официально запрещено мусульманство. Если человек мусульманин, да? Его имеет право работать… В Японии запрещено мусульманство совершенно законодательным. Так, я об этом и говорю. То есть, если узнаешь, что ты исповедующий ислам, тебя имеют право уволить и так далее. Если ты проповедующий ислам, это уголовное деяние. Вот о чем. Так где же эта толерантность? И ничего. И ничего, да. То есть, нормально. То есть, сегодня вот та манера поведения, организации страны и так далее, она устраивает американцев. Но стоит японцам сказать, например, о том, что они отказываются от доллара, я вас уверяю. Тут же сразу все это поднимут. Каддафи Памыш хотел золотой сделать монет. Вот ему показали. Ну, Сталин тоже, он же отказался тогда, когда вводилась, вот после Второй мировой войны, вводилась единая, как бы, расчетная валюта, американский доллар, да. Значит, Сталин тоже отказался, он перешел, как бы, на золотую рубль. И, как бы, одна из конспирологических версий… Версий? Да, о том, что именно Сталина поэтому и убрали. То есть, как бы, он в этом вопросе мешал. Ну, не знаю, как, насколько это, как бы, истории, это, может быть, когда-нибудь это раскроет, но Горбачев прямо сказал, например, он пришел во власть, и его Рейса Максимовна все время подзуживала о том, что он должен был разрушить Советский Союз. Он поэтому взял себе, как бы, помощника, задали, Шеварнадзе. То есть, это такая версия, да? Нет, он официально это сказал, он официально это сказал. Кто, Горбатый сказал? Да, 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 он официально это сказал, заявил, да. То есть, он официально сказал… Смело ему уже? Лет 10 тому назад, да. Серьезно? Да, да, вводите в интернет от 100%. Это известный… Фейки именно из интернета? Да, нет, 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 это конкретно, то есть, это был какой-то форум международный, я сейчас не помню, к сожалению, он был на каком-то международном форуме, на этом международном форуме, по-моему, в Штатах… Прямо заявил? Да, в Штатах, прямо так и сказал, что он всю жизнь как бы шел к тому, чтобы вот разрушить Советский Союз, коммунистическую систему и так далее, порочные и так далее. Потрясающе. Речь генсека. Да, бывшая генсека. То есть, я пришел во власть, чтобы ее разрушить. Да, 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 поэтому в жизни как бы есть люди, которые борцы за идеи и ради идеи, как Чикевара, он отдал свою жизнь, ничего не имея, да, а есть люди, которые во главу угла ставят свое личное благополучие, какие-то античеловеческие, антигуманные цели, да, и они их последовательно реализуют. И это выражается, в принципе, в том, что до сих пор было до 90-го года противостояние двух систем, да, американцы стали гегемонами. Известно, что когда американцы нажились больше всего, они нажились сначала на Первой мировой войне, а вообще поднялись на Второй, они захватили мировое господство, отодвинули Англию и так далее. А потом появился Советский Союз. И у них главная борьба была борьба с Советским Союзом. Они поэтому дали льготный режим Китаю, для того, чтобы оторвать ее от Советского Союза. Это и удалось. Чтобы расколоть. Да, расколоть. А следующий этап сегодня, когда Китай сейчас поднялся на ноги, по сути дела, стал лидирующей позицией в экономике. И они сами вырастили, как обычно, себе своего могильщика. Да, да, да. То же самое. И теперь у них два врага. С одной стороны, Россия, которая пошла по своему становлению и отстанию своих интересов, да, а с другой стороны, Китай. И сейчас американцы расколотые никого пытаются любыми путями, как бы, разбить, как можно победить своего соперника. Значит, можно победить за счет того, что тренироваться, ходить в спортзал, накачивать себе мышцы и оторвать телеги. А что, силенков, как бы, нету? А можно противнику подсыпать стряхнину в обед? Нет, я говорю, силенков, когда на это нету подлядных. Нет, нет, нет. Так поэтому подсыпает стряхнину в этот. Фальсификат. Да, да, да. И вот, вот, примерно этим занимается. Поэтому сегодня мы являемся той мелкой, даже не пешкой, а более мелкой фигурой. Рыбешкой. Да, мелкой фигурой в геополитической игре между Россией и Штатами, куда попала и Украина, кстати, тоже самое. И вот, то есть, их абсолютно не интересует судьба ни Молдовы, ни Украины и так далее. Им главное разрушить Россию, и один из проблем, который... Они очень зорко смотрят, куда мы можем переметнуться или пристать. Нет, они не просто смотрят. Они не допускают мысли, что мы перемет... Поэтому они терпят нынешнюю власть. Они сами говорят о том, что Молдавское захваченное государство. Но, тем не менее, тем не менее... И сразу вопрос, кем захвачено. Да, да, да. И вот сразу возникает вопрос о том, что делается все для того, чтобы, не дай бог, то есть, как бы, вся пропаганда, и то, что говорят, как бы, есть российская пропаганда, а другой пропаганды вроде бы нет, она направлена на то, чтобы вот именно создать вот это противостояние и изолировать Россию. И один из главных моментов, такой, один из моментов, да, это вот, например, торговля газом. Вы же знаете, что запрещается делать препятствия по северному и южному потоку для того, чтобы поставлять жиженый газ. Пусть он дороже, да, но поставлять его из Америки. Вот как бы, и, к сожалению, вот за каждым таким... Когда тебе не хватает этого газа, потому что тебе перекрывают канал, значит, покупай у нас. Да, да, да. Ну, в 2-3 раза дороже, но жиженый. Как и уголь, как и уголь покупает Украина. Это из Пенсильвании от Порошенко купил угольку себе, рядом Донецкий бассейн, значит, там он покупает. Ну, понятно, чтобы власти усидеть, на что не пойдешь. Да, он, с одной стороны, пойдет, а власть, которая американская, то есть она работает по тому закулисье, что не диктует план. То есть им главная задача убрать конкурентов, разрушить, как бы, те государства, которые представляют им конкуренцию, обеспечить себе рынки для сбыта. Ведь, давайте будем так говорить, вот идет вопрос о поставке летального оружия Украине. Ведь оружие Украине, я убежден, что не будет поставляться современное, новое. Сегодня есть оружие, которое есть в Штатах. Да, оно в складах полным-полно старого. Забида, которая устарела. Как у нас колбасная там вот. Да, 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 да. Что-то такое. Что его надо списывать. А так, есть возможность нашим компаниям, американским, дать возможность заработать. То есть мы его сдадим, взамен с Украины возьмем что-то другое. Вот даже такая простая вещь. Я все время говорю, ребята, вот смотрите, вы говорите о том, что у нас помощь идет от Евросоюза. А возьмите обнуление пошлин. Мы сразу обнулили пошлин от 90% товаров. И они, и мы. И на остальные там есть график 3, 5 и 10 лет. Идет обнуление. Поясни нашим телезрителям. Что такое обнуление? Люди не все понимают. Да, при импорте товара из-за рубежа вводится ввозная пошлина. Она бывает на разные товары, разная величина. Она может быть либо в процентах, так называемая 2 лаурная ставка, либо это фиксированная ставка в евро, либо в долларах. Вы знаете, это кофе, это алкогольные напитки и так далее. Значит, так вот, что делать? Мы обнулили пошлины. На этом мы потеряем более 100 миллионов долларов. Еще бы. А учитывая, что экспорт к импорту у нас к Евросоюзу относится 1 к 2, кто выигрывает? Дураков, понятно. Понятно, да? Тем более, если говорить об экспорте в Евросоюз, то там половина продукции, половина продукции, это продукции из девальского сырья, где и не было пошлин. То, что мы поставляем туда. Потому что они нам прислали ткань, лекалы и так далее. Мы пошили одежду, пошили обувь, пошили, сделали кожу-галантерею, порезали кабель, отправили туда. Значит, все это сотни миллионов. То есть, я говорю, половина экспорта, где-то четверть поставляем продукции, это чистый реэкспорт. То есть, мы поставляем жиженый газ и так далее. Это опять пошлина с ней касается. То есть, у нас это очень маленький объем товаров, на которые... Которые реально добавленная стоимость от нашего труда и всего. Да, да, да. Вот идет о чем речь. Оттуда мы получаем те товары, за которые нам раньше платили пошлины. Поэтому есть возможность с этих почин делать дотацию своим. Вот, например, у нас очень много говорят о виноделии. Виноделии говорят, что виноделие поднимается. Все. Но давайте так будем говорить. Вот смотрите, мы сравним 2005 год до первого эмбарго. Потому что в 2006 году в марте было введено. Значит, объем экспорта нашей молдавской вины в Россию и того экспорта, что мы сегодня экспортируем в ЕС, один примерно к 7, даже чуть больше. То есть, мы сегодня в ЕС экспортируем в 7 раз меньше, чем экспортируют тогда. Вот, вот. Это четкая статистика. Да, это четкая статистика и так далее. То есть, единственное... И в результате вот того, что рухнул у нас винодельские предприятия и так далее, у нас сегодня долги виноделов, долги виноделов, примерно равны двухгодовому объему реализации продукции. То есть, я должен два года продавать продукцию... Просто так, чтобы расплатиться с долгами. То есть, не платить зарплату, не оплачивать виноград. Просто расплачивать. Просто расплачивать. Вот примерно до такой ситуации. Мы, по сути дела, в прошлый год, только за много лет преддочек, сработали с прибылью. Но там прибыль такая. Значит, до этого всегда работали... Благодаря чему произошло? Что приоткрылся российский рынок? Как думаешь? Да нет, здесь не в этом. Дело в том, что, вы понимаете, сейчас я объясню. Значит, проблема заключается тут в том, что прибыль считается не ко всему объему произведенной продукции, а только к тому объему реализации. Понятно, о котором идет речь. Да-да. А в объеме реализованной продукции, она незначительно, будем говорить, мы должны пожить. Потому что у нас очень много предприятий сейчас закрылось. Ну, например, многие знают такое предприятие, как Акорекс Вайн. В Криково было, да? Ну, да. Самое современное предприятие. Процветало. Если бы процветало. Вина производили в Вулканештах, первичное виноделие. Здесь разливали. У них было прекрасное... Нет, так они процветали. Пуманта, так называемое, шампанское Александр. То есть, это супершампанское. Нет, они разорились. Они разорились. И сегодня... Нет, вопрос, после чего они разорились. Нет, вопрос... Я объясню. Значит, потому что... Объясняй все людям. Они... Ты экономист, тебе все это понятно. Вот зайдите в магазин. Народу объясняй. Зайдите в магазин. Посмотрите на полки магазинов, какая цена импортных европейских вин. Она примерно такая же, как и наших. Да. Но давайте так, будем говорить. Вы берете молдавскую бутылку вина и думаете, вот это действительно Каберне? Или это какой-то фальсификат, о котором мы говорим? Да, не уверен. Далеко не уверен. Потому что мы много раз, уверен, каждый из нас обжигался. Нарывались, да. Да, именно на это. Европейское, во-первых, ты поставил на стол, написано, что это Франция, что это Испания, что это Португалия, другая страна и так далее. И сразу как бы становишься крутым, да, смотри, я угощаю. А цена-то та же. Цена-то та же. Цена-то та же. Вот примерно так это выглядит. И поэтому, по мере обнуления почвен, а почему происходит, что они в состоянии продавать вина по такой дешевой цене? Вот смотрите, взять Испанию. Мы сегодня вино на лиуме можем продавать не дешевле 40 центов за литр. Мы получаем 4 тонны с гектара, там, с небольшим, урожайность винограда. Кстати, в 90-м мы имели больше 60 центнеров, здесь полтора раза выше. В мире минимальная урожайность это где-то 8 тонн, а белые сорта имеют, это красные, это минимальные, а белые сорта имеют и 12 тонн с гектара, и 20 тонн с гектара и так далее. Мы дошли до того, что сегодня Кабарне произведены в Калифорнии по себестоимости дешевле, чем у нас. И вот испанцы, у них средняя цена вина. Ты имеешь в виду плюс доставка сюда на наш рынок? Нет, нет, мы говорим там, там себестоимость и здесь себестоимость. Нет, не сомнение, говорю, но они на наш рынок пока что, я не очень калифорнийцам. Но потому что калифорнийцам. Нет, калифорнийцам. Далековато. Нет, они относительно небольшого калифорного вина. Я имею в виду о чем? О том, что мы уже туда вино свое поставить не можем. Кто бы сомневался. Нет, потому что раз она дороже, то она там будет еще дороже. Американцы, помнишь, нам говорили, вот мы в принципе welcome, ждем какой-то сенатор или кто. Я думаю, от этого welcome до реальности бесконечное расстояние. Я расскажу одну быль, значит, это реально. Но я просто закончу эту мысль. Надо понимать, что сегодня себестоимость винограда, который обеспечивает продажа, например, в Испании, это 30 центов в литр. У нас 40 центов в литр. Уже не тягаемся. Уже не тягаемся. Плюс испанцы при экспорте вина, они датируют своих экспортеров еще 20%. А у нас как раз наоборот. Понятно. Но я не говорю о том, что я многократно называл цифры. Вот Михаил Федорович предлагал их облагать налогом. Чем он там предлагал? Какой же политик у нас? Да, крупный. Крупный. Значит, вот это как бы фундаментальная проблема. То есть мы очень сильно отстали в технологиях. А теперь я обещал пыли рассказать тогда, будучи замминистра. У нас было очень интересное предприятие, в Вунгенах завод по производству керамики. Там были изумительные художники по изделиям. И они работали этот вопрос, работали с американцами о том, чтобы поставлять туда посуду керамическую. Ну да. Когда сунули туда, им сказали, ребята, вы можете поставлять сюда только горшки, которые никакого отношения к посуде не имеют. Потому что у них такая сертификация, такие стандарты, что мы как бы ни бились, мы не взрываем. И то же самое получается с европейцем. Так, когда мы говорим о том, чтобы поставлять пшеницу, кукурузу, подсолнечник и так далее, орехи, нет проблем. Тут есть сертификация и так далее. Но попробуйте поставить туда муку, попробуйте поставить туда мясо, ведь мясо туда больше. То есть как речь идет о добавленной той самой стоимости? Да-да, вот это зерно пропустить через животное и продать уже мясо, это уже нельзя. Конечно, у нас уже как бы передача к концу подходит, будем сейчас закругляться. Но вот можно сказать такую вещь, что как речь идет типа о сырье и так далее, стандарты как бы подходят. Да-да. Ну а как только ты начинаешь хоть что-то производить, чтобы иметь добавленную стоимость, я говорю, о-о-о, подождите, тут стандарты. И наши политаналитики, аналитики, все дружно в один. Требуются не ряды камла, стандарты ли европейнейши интернационали. Мы должны все подниматься до европейских. Я говорю, посмотри, сколько из Европы прет геномодифицированных продуктов с нитратами, нитритами, сульфатами. Сколько дерьма вот этого приходит, то стандарт, то нормально. Даешь им что-то натуральное. А нет, это вот не стандартно. Вот что за этим стоит? Не фальсификация ли всех этих принципов ВТО? ВТО, а мы члены ВТО. Миша, давай прощальную рясь, прошу. Ну, я думаю, что хочется как бы пожелать, чтобы дал Бог разума нашему, тех, кто управляет. Все-таки они, чтобы были, не лоббировали западный интерес, а думали о интересах народа. Я всегда говорю о Швейцарии. Удивительная страна. Три языка государственных, да? Даже, по-моему, четыре. Значит, два анклава, итальянский и австрийский внутри страны. Конфедерация по составу. Но при этом они намертво стоят за свой суберенитет и свои интересы. И свои стандарты. И свои стандарты. И к этому я очень сильно удивился несколько лет назад, когда узнал, что самая сильная, самая организованная армия в мире – это Швейцарская. Швейцарские гвардейцы папу до сих пор охраняют. Да, да, да. Значит, оказывается, там, если ты уклоняешься от службы, это уголовное деяние, сразу, то есть, даже переподготовка, они дома хранят автоматы, пулеметы и так далее. То есть, в любой момент. Как на Западной Украине. Да, да, да. И Гитлер не пошел, вот есть такая, что там хотел сохранить банковую систему и так далее. Все это разговоры. Гитлер не сунулся в Швейцарию только потому, что знал, что в тех горах и так далее он получит сумасшедший отпор. Вот хотелось бы, чтобы пришло понимание о том, что прежде всего это наши национальные интересы. И мы отставили интересы своего народа, а не чужого государства. Вот это мне хотелось бы пожелать и нашим телезрителям, и нашим, те, кто нами управляет, кому мы доверили, кто захватил власть. И хочется верить в лучшее, конечно. Спасибо большое. Спасибо, что пригласил. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Михаил Посек. Как я вам говорил, человек, очень глубоко понимающий не только экономику, но и социологию. Ну и вопросы морали. И всего того, на чем зиждется наша жизнь человеческая. Спасибо за внимание. И всегда помните, что риск сфальсифицирован попасть на сертификат касается не только продуктов виноделия, касается не только какого-либо политического вранья. Фальсификаты нас подстерегают везде. Особенно в идеологии, особенно в юриспруденции, и особенно в том, что мы называем наш политикум. Будьте бдительны, как говорил Юлий Свучек. Люди, я любил вас. Будьте бдительны. И я добавлю, вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. И так с нами был Михаил Посек. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!